Девушки отдыхают Сегодня у нас в гостях молодая писательница, переводчица, автор комиксов Александра Альфина Голубева. Давайте поприветствуем нашу сегодняшнюю гостю. Привет, привет. Дорогие друзья, наша сегодняшняя встреча посвящена выходу дебютной книги Альфины. О ней, собственно, в первую очередь будем говорить. Ну и для начала, как появилась идея этой книги? Жить было грустно. Вообще, как все было? Все началось с Галины Юзефовича, которая несколько лет назад организовала конкурс новых фантастических рассказов. В общем, что-то ей не нравится в русской фантастике. Я, если честно, не вдавалась сама в подробности. Я знаю, что она вывинула мунифест о том, что с русской фантастикой что-то не так. Давайте запилим конкурс, предложим много денег. Может быть, нам кто-нибудь напишет что-нибудь еще хорошее, фантастическое. Я подумала, а что, я рыжая, что ли? Давайте я напишу что-нибудь хорошее, фантастическое. Написала, не вошла даже в лонглист. Подумала, ну блин, ладно, окей, придется, значит, выкинуть это дело в Twitter и жить дальше. В Twitter неожиданно как-то так залайкали это дело. Я очень удивилась, очень сильно, потому что в моем представлении нормальный человек не читает рассказы, выкинутые каким-то нолнеймом в Twitter. Ну, то есть в мире есть много других хороших занятий. Видеоигры, я не знаю, работа, курение, рождение ночью по пробкам. Ну, в общем, что-нибудь такое более осмысленное, конструктивное. Вот, тем не менее, оказалось, что люди иногда читают рассказы в Twitter, я подумала, окей, напишу еще один, потому что, знаете, два раза в одну воронку, второй тоже прочитали, и стало понятно, что нужно писать книгу. Вот, что касается непосредственной идеи самой книги, я не могу сказать, что у нее есть какой-то конкретный генезис, ну, то есть, какой процент здесь я прочитал? Так, просто, чтобы знать. Хорошо, ну, в смысле, кто читал, то, наверное... Ну, если не дочитал, то... Ну, про лавину, так. Ага. Нет, так, так, ну, аккуратнее, короче. Она личная про мои переживания и про мои отношения с родителями, и в этом смысле ее идея пришла, наверное, когда я родилась, и потом продолжила жить и иметь с родителями какие-то отношения. Вот. Альфина, спасибо большое, дорогие друзья. Я также напомню, что, как всегда, в рамках встречи у вас есть прекрасная возможность задавать автору вопросы. Как только они появляются, просто не стесняйтесь, поднимайте руки, ко всем постараюсь подойти с микрофоном. Но, достаточно, на мой взгляд, очевидный вопрос, хотя я, к сожалению, в своем суду пока не имею часть, я познакомился с книгой полноценно. Почему все-таки фидостеризм? Почему так надо? Потому что слово длинное, умное, красивое, а типа... Ну, дело же в том, что книжка, на самом деле, в несколько на стыке жанров, она позиционируется, как научная фантастика, и, на мой взгляд, ей является. Но, поскольку эта научная фантастика очень близнею прицела, в общем и целом она граничит где-то с реализмом. И нужно было, значит, сделать что-то такое, чтобы было понятно, что это точно научная фантастика. Как этого добиться? Дать какое-то непонятное, но типа наукообразно звучащее название длинное папослое. Тем более у этого слова типа 2000 вхождений в гугле, что ли. То есть, короче, я нашла еще и слово, которое никто не использует. Вот, ну, на самом деле... Сейчас я думаю, насколько издалека заходить. Книжка во многом про проблему бессмертия, старения и вот этого всего. Эта проблема, когда мы осмысляем ее с некой научно-биологической точки зрения, на мой взгляд, довольно неизбежно приводит нас к кораблю Тесея, в смысле к философскому вопросу о том, что вот у нас есть объект, а вот если мы поменяли в нем мач, то это все еще тот же корабль. Вы знаете загадку про корабль Тесея, вот. И так она всех уже задолбала, короче, в связи с этой темой, что я подумала. Я напишу все то же самое, только выберу какую-нибудь другую метафору и совсем другие слова. И придумала, в общем, все то же самое, только с плеядами. В смысле, плеяды это нимфы, которые носили зевсу амброзию, и каждый раз, когда они ее носили, одну из них убивали, в общем, плавающие острова. И каждый раз он, типа, запускал, ну, они делали это в виде голубок, поэтому это не так макабрично, как, типа, там не девушку размазывала, а всего лишь голубя. И я подумала, о, это же как бы то же самое, на самом деле, про корабль Тесея, потому что голубки умирают, а сущность плеяды остается все той же, да, в смысле, компоненты мы заменяем, а целый остается. И, в общем, вместо корабля Тесея использовала эту метафору. А зевс за добрую службу потом плеяд отправил на небо и сделал из них созвездия. И, собственно, в исследовании мифов превращения мифологического героя в созвездии называется катастроизм. Вот. И таким образом в магии, как я имею в виду, все это красиво переплетается с темой бессмертия. Вот. Или не бессмертия. Тут как получится. Безусловно. Спасибо за интереснейшую историю. Дорогие друзья, может, если у кого-то уже появились вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь. Есть возможность сегодня пообщаться с автором напрямую и спросить то, что давно хотели, но стеснялись или не было возможности. Что вы не можете спросить в Твиттере, но можете спросить на встрече в походе. Расскажите, пожалуйста, вообще тематика будущего, как она была выбрана, было ли это неинтересно ранее или в процессе написания именно этой книги обратились к будущему? Возможно, ориентировались на какие-то антиутопии, которые уже были ранее написаны? Спасибо за хороший вопрос. Вообще, раньше я выпущу не интересовалась, но потом мне стало приближаться к 30-ти. Она ведь как устроена. Когда тебе исполняется 25 лет, клетки в твоем организме начинают отмирать быстрее, чем образуются новые. То есть, на самом деле, человек умирает примерно лет с 25. Ну, старение, да, начинается. И когда это происходит, ты, значит, один прекрасный день после, там, не знаю, например, трех суток работы или чего-нибудь такого, просыпаешься, понимаешь, что тебе как-то что-то не очень, то есть раньше было норм, а сейчас вот как-то что-то не очень. Откидываешься и как-то думаешь, блин, нам как бы обещали, что у нас тут, типа, технологии, прогресс, все дела, там, значит, омоложение организма, ну, в общем, где оно, как бы. Я читала где-то очень хорошую и язвительную фразу о том, что во всей эпохе каждый футуролог предсказывает открытие бессмертия примерно на период за 20 лет до его предполагаемой смерти. Вот. Ну, как бы, вот, пришла пора, ну, у тебя в будущем. Вот. Потому что чем ближе к нему приближаешься, тем как-то более стрёмно становится. Что касается антиутопий, это немного неожиданный для меня вопрос, потому что я не писала антиутопию. Я вообще люблю этот жанр. То есть свою книгу не можете отнести? Вовсе нет. Это хардкорный реализм. И, кстати, что касается того, почему я взялась писать о будущем. Я вообще по многим причинам, во многом личном, да, взялась писать эту книгу, но одним из интересных аспектов этого была возможность попрогнозировать будущее, то есть побыть тем человеком, который придумывает клёвую идею, а потом такое очень круто, прям реально интересно, суперский сюжет получится. Писать об этом не буду, потому что не верю, что так будет в реальном мире. Это интересное такое занятие, напоминающее, может быть, даже скорее инженерию, чем что-то очень творческое, когда ты пытаешься прикинуть более или менее реалистичные варианты будущего, такие, чтобы они не были приятенны. И это собирание такого пазла было довольно забавным процессом. Но именно поэтому это не антиутопия. Я, в общем, думаю, что будущее будет примерно таким, как я и описал. Оно такое достаточно пугающее, реалистично действительно у вас описано. Ну а как живем-то? Как живем, на кове будущее? Ну да. Спасибо. Дорогие друзья, вам просто... Обращайтесь. Такой вопрос. А почему именно формат и не повести, и не романа, и не рассказа? То есть после «Пястья во двора» уже как-то ожидалось такого большого романа с большим количеством героев? Будет. Ну, на самом деле, потому что прикольно пробовать разные форматы и делать разные вещи, мне кажется, что эта история, она задумана как камерная, она держится вокруг ограниченного количества идей стержневых, и роман работает по другому принципу. В романе не может быть парочкой центральных идей, он, естественно, разрастается и образует некую сложную структуру. Тут мне, на самом деле, хотелось сказать довольно простые вещи, ну, то есть, я надеюсь, что вокруг них есть всякие сложные и интересные, но ядро довольно простое, и мне как раз не хотелось от него никак отвлекать, отдалять, отделять, затуманивать его, ну, потому что, не знаю, разные высказывания существуют в разных форматах. Вот первый будет. Вот там еще молодой человек что-то хотел спросить. Есть ли у вас любимые вселенные, которыми, может быть, вы вдохновлялись при написании, другие фантазии других писателей на тему будущего? У меня есть любимые книги, но, кстати, я бы не сказала, что у меня есть любимые вселенные, потому что я в большей степени, кажется, отлично получаю удовольствие от частных идей, а не от вот многогранных простроенных миров. Мир, которым вот это вдохновлено, это мир, который там вот за окном, на самом деле, происходит, а не какого-то фантаста. Но если говорить об именно мирах, вот, во всем их многообразии, мне кажется, что самые интересные миры во всем их многообразии строит один из моих любимых фантастов Грег Иго. Вообще ни капли не похоже на то, что я пишу, потому что он пишет фантастику сверх дальнего прицела, а там 5000 каком-то годов, в общем, о далеком будущем, когда люди уже давно стали цифровыми, уже давно освоили аутоэволюцию, все возможные манипуляции со своим телом. Вообще, немножко про Иго, ну просто, я, честно говоря, меня это не спрашиваю, но давно хочется сказать. Кто-то здесь вычитал? Понятно. Не пьешь, но. Хорошо, тогда давайте я вам ивуху продаю. Знаете анекдот про то, как, значит, представители разных дисциплин заходят в комнату, где горит пожар, и стоит мешок с песком. В общем, значит, инженер заходит и засыпает, значит, пожар песком, да, потом заходит физик-теоретик, обсыпает костер песком, садится, начинает наблюдать, потом заходит математик, смотрит на пожар, смотрит на песок и говорит, ну что, задача имеет решение, и довольно уходит. Вот, фантастика Гигана, она, собственно, примерно такая. Он математик, и он знает, что проблема смерти, войны, всяких распри, там, не знаю, расизма, и все вообще проблемы, с которыми сейчас живет человечество, решаемы. Поэтому давайте отложим их и займемся обсуждением чрезвычайно улетательного вопроса о том, какую конфигурацию будут иметь шахты, в которых люди изобретают новые математики. Потому что очевидно, что когда ты цифровой человек и все твои проблемы решены, самое интересное, что ты можешь делать, это изобретать новые математики. Вот, и он об этом пишет книжки, одну за одной, то есть даже более одной книжке удалось ему написать, на эту захватывающую тему, и действительно интересно читать. Очень советую. Мне кажется, что у него действительно интересные игры, потому что он, очевидно, очень умный человек, и он пишет о вещах, которые нормальному обывателю в голову не придут. Мне вот точно никогда бы не пришли в голову математические шахты. Не как, типа, стек какой-то где-то, да, совершенно серьезно. Вот, так что могу его очень посоветовать. Вот, спасибо. Альфина, спасибо большое. Вы известны как переводчик нескольких ставших культовыми книг, как автор комиксов, теперь как писатель самостоятельный. Скажите, пожалуйста, какая литературная деятельность на данный момент вам наиболее близка, и какой планируете продолжать заниматься? Останется ли время на комиксы, на переводы, или полностью переключитесь на собственные писательства? Нет, я надеюсь заниматься всем подряд. Мне нравятся все эти виды деятельности по-разному. Разные мысли, идеи, произведения, задумки и сюжеты созданы для разных форматов. Что-то... И тут вообще вот тоже. Это хороший повод прийти в книжный магазин и поговорить о том, что книги не нужны. Потому что, очевидно, что книги были хранилищем знаний человечества, и самым надежным и оптимальным способом сохранения и передачи знаний много-много сотен лет. Поэтому они имеют некий статус в нашем сознании. Мы говорим, что я считаю, что книги это как бы что-то умное, и вообще читать книги круто. Проблема в том, что это, в общем-то, не оптимальный способ передачи информации для человека, потому что человек визуальное существо, основное количество данных мы получаем зрительно, и вообще все, что можно, короче, показать, а не рассказать, лучше показывать, а не рассказывать. Это, кстати, известный сценарный принцип, но его, по-моему, реже применяют к форматам. Если твою историю можно нарисовать как комикс, лучше ее нарисовать как комикс. Или снять как фильм. Или, прости, вот, в студии видеоигру сделать. В общем, что угодно, только не книга, потому что книги сложно читать. Это не самый комфортный способ восприятия данных. Мне кажется, что есть ограниченное количество типов историй, которые дурговарят к книжному формату. И это, в частности, ответ на незаданный вопрос, о чем у тебя в книжке так много инфодампов. Потому что в книгах хорошо рассказывать истории, в которых, например, нужно много объяснять. Ты, ну, типа, в фильме у тебя герой не сядет и не начнет, значит. А теперь 6 страниц объяснений того, как работает наш гипердвигатель. Вообще, такие фильмы тоже, кстати, есть. Но в целом, спорное решение для кинематографа, да? А книги это как раз отлично. Мы же все читаем книги именно за тем, чтобы 6 страниц подряд читать, как работает наш гипердвигатель. Это если Артура Кларка читает. Или не застигнется, но, да. Вот. Или, например, истории с действительно большим количеством персонажей, большим количеством нюансов, которые, опять же, вот, просто сложно впихнуть в экранное время. Поэтому, какие, отвечая на вопрос, да, про форматы, какие истории в голову приходят, к каким форматам и обращаюсь. Я не думаю, что мне в будущем, ну, хочется верить, что я не стану одноколейной, и мне не начнут приходить только сюжеты, подходящие для книги, или только сюжеты, подходящие для комплексов, а будет как-то и то, и другое, и пятое, и десятое. Еще я научусь играть на дуде. В углу зала захлопала моя соседка. А у меня тогда вопрос, связанный с предыдущим вопросом. Это история, которая годится для книги. Годится ли эта история для экранизации? И если да, то кому вы бы доверили эту экранизацию? Кого позвали на главный ролик, сейчас обязательно, ну... Вы, товарищи! Я не понимаю, все смеются, потому что знают, что ответ Александр Петров, или... Нет, ну, в смысле, даже чувак на обложке, на самом деле, похож. Я художнице сказала, пожалуйста, нарисуйте самого среднего и непримечательного человека. Это ни в коем случае не корни Александра Петрова, он неплохой актер. Нет, на самом деле, я предусмотрительно, серьезно, это не шутка, когда я писала книжку, я думала, что, ну, наверное, ей же нужно будет рисовать обложку. Известно, значит, какая репутация у обложек фантастики российской, да? Ну, тебя там что-нибудь обмажут, короче, какие-то персонажи, сделают какой-то ужасный коллаж еще со Сталином, значит. Сталинная книжка благоразумно не вписывала, вот, но... Я написала про телеориста, внешне похожего на Райана Гослинга, потому что я подумала, ладно, все равно кого-нибудь будут обмазывать, пусть хотя бы Райана Гослинга, вот, но, к сожалению, каким-то невероятным образом нарисовали Александра Петрова. Вот, так что я думаю, что субботизация решена. Ну, на самом деле, я думаю, что нет, такую книжку сложно экранизировать, во-первых, потому что там тысячи инфогампов, из которых она просто не такая интересная, а рассказывать их в кадре довольно глупая идея. И не только поэтому, но это уже спойлеры. Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Привет. Привет. У меня какой-то поинт к тому, что книжки не нужны. Когда я читаю истории, которые именно написаны словами, я могу себе представлять гораздо более интересные картины, чем потом увижу в экранизациях, в комиксах и еще в чем-то. То есть эти игры, которые создаю я, по этим словам, они гораздо интереснее того, что получается у других людей. Поэтому книжки все-таки нужны немножко. Ну, я, разумеется, несколько провокационно утриживаю. Но я замечу, что то, чем вы занимаетесь, это такая, ну, типа продвинутая работа. А еще можно, типа, смотреть на облака и придумывать истории, например, и они могут быть гораздо более интересными, чем вот всякие подописали, да? Да. В смысле воображения человеку безграничны, способны на все, и, в принципе, для этого даже не всегда нужны какие-то данные на вход, либо они иногда могут быть какими угодно и преобразоваться в ваши главы, превратиться в нечто прекрасное. А писателя тут зачем? Писатели, чтобы задать сеттинг. Это сейчас же данные для воображения. Если вам писатель нужно только, чтобы задать сеттинг, может, вам это, да, даже на мануал почитать? Возможно. Нет, ни в коей мере, это не критика, и, разумеется, я утрирую, вообще, люди и произведения, и форматы, всякие нужны, и всякие важны, разумеется. И пусть всего будет больше хорошего и разного. Ну, нет. Всякие фильмы, сериалы, разжиженный мозг, и ты призывайся к будущему будущему. Хорошо, пошло. Разжижение мозга тоже не хуже, что больше человек. Ну, да, представить это посложнее. Еще одно. Один момент. Вопросы, перешите, пожалуйста, у нас формат вопроса. У меня есть вопрос. Задавайте вопрос. Отлично. Не секрет, что фантасты и философы во многом задали развитие направлений технологии. Правильно? И те люди, которые читали книги рассуждения, все придумывают книги, машинобучение, все эти технологии. И не кажется ли тебе, что чем хуже мы рисуем будущее, тем оно хуже потом окажется. Потому что прочитает человек эту книжку, он говорит, что создавка я злой, а я АИ, который нас поработит. Я мечтаю о таком конечном. А кто из нас не мечтает, чтобы нас поработил АИ? В смысле... Один человек в зале. Нет, это же так просто на полях. Известно, что в России очень высокая степень принятия замены людей технологиями, ботами, машинами и вот этим всем, потому что типа пусть уж лучше нам управляют машину. Так, к слову. Но в целом вопрос хороший и в целом мысль справедливая. Я на самом деле согласна, что, скажем так, художественно-культурный контекст действительно влияет на развитие технологий, как бы иногда и не хотелось представлять обратно и думать, что наши мозги, они не подкупны, не предвзяты и движутся к свету, прогрессу сами. Всегда, на самом деле, понятное дело, что даже они подкупны, предвзяты и давно уже подкуплены Ведьмаком. Ну и чем-нибудь таким в смысле, что да, современное культуре влияет. С другой стороны, мы же понимаем, что описание мрачного будущего, сильно мрачного, это вопрос скорее бы антиутобия, потому что я-то не считаю, что мрачное будущее описывала. Оно же может быть, так сказать, предостережением вот это все, все-таки... Человек же, он же, ну, не такой прям тупой в целом. Особенно умный человек, который там технологии развивает, он, наверное, способен понять два слагаемых, нет? Ну, по-разному бывает. Там много очень разных людей, которые... Ну, много разных людей делают, много разных вещей. Вот. Немногие из них добрые. Еще вопрос у нас есть. Да, у меня вопрос, раз уж вспомнили Сталина. В мире катастроизма. Кто пристет в России? Ой, спасибо за отличный вопрос. Меня это самое. Вы еще сомневаетесь? Мой добрый друг и сосед, который был одним из начальной группы читателей, которым я дала эту книжку, ну, до того, как провела дизайнерство, назвал ее ретро-фантастикой. Когда я начала... Вообще, если так, как-то меня уколол такой эпитет, я думала, что, значит, я тут... футуролог на Астриге и вот это все. Он мне сказал, ну, ты же понимаешь, что ты пишешь книжку про мир, где не было Трампа. Я так задумывалась. Ну, в принципе, да. Наверное. Потому что, честно говоря, для меня до сих пор не совсем дошло, что он существует. Ну, то есть, блин, мне 30 лет, я живу головой там где-то в 2016 году. Я, правда, не знаю, он уже был тогда. Ну, в общем... А в 2016-м я тоже, как бы, до меня еще не очень дошло. Вот. И, откровенно говоря, я вот прямо сейчас это... распишусь перед аудиторией. Я сознательно полностью вымарывала из этой книжки политический пласт, потому что он ужасно токсичный. Извините за модное словечко. В смысле, что ты просто начинаешь думать, кто в этом мире президент России, и впадаешь в какой-то клинч и ступор, потому что тебе непонятно, зачем писать эту книгу. Тебе непонятно, в каком тоне ее писать. Ты... Дело даже не в том, что ты там самоцензурируешься ее, тем более боишься чьей-то цензуры. Это просто настолько сильная тема, что как только ты ее затрагиваешь, она на себя кучу внимания перетягивает. То есть она, по крайней мере, у меня. Типа... Короче, один раз скажешь Путину, и все, в принципе, остальные слова можно не писать в книге. Вот. А как бы писать хотелось. Поэтому она действительно аполитичная, потому что, может быть, я еще не доросла до того, чтобы нормально работать с политическими темами в футурологической, фантастической какой-то литературе. Может быть, доросла. Тогда президентом будет Путин. Привет. Привет. Ну вот расскажи, как ты придумываешь эти свои инфодамы? Потому что я каждую неделю езжу на такси, ничего мне такого в голову не приходит. А вчера я потерял два часа сна, потому что слушал, как все устроено. Я чувствую себя неловко, потому что я не знаю, как ответить на вопрос, как ты придумываешь эти свои инфодамы. Ну, языком я чесать люблю. В смысле, типа... Ну, просто так. Садись, и ты думаешь. Нет, нет, нет. Я читала некоторое количество всякого там научпопа, и даже не попа, иногда просто научно-литературно интересная мне тема. Даже вот, еще один шаг назад отойдутся, рэм, что так не совсем последовательно. Я очень люблю писателя Петера Уотса. Это не секрет. В смысле, это мой второй самый любимый фантаз. 20 страниц инфодамбов на каждой странице приключений. Не только. Хотя это тоже хорошие его черта. Но дело не в этом. У него полкниги потом еще... Мне кажется, что Петер Уотс очень талантлив, примечательен тем, что он, очевидно, много знает про науку, да, он морской биолог по образованию, про то, как устроен человек, его биология и так далее, и так далее. Но еще у него восхитительное чутье на интересные факты. Дело в том, что не всякий научный факт интересный. И вот, например, прости, господи, странное сравнение. Мне кажется, что это авторы из разной весовой категории, но так просто понятней. Когда я читала книжку «Гарри Поттера. Метод рационального мышления», она несколько раздражала меня тем, что автор очень много рассказывает довольно общеизвестных вещей. Понятно, что все зависит от аудитории, что известно одному, то не известно другому. Но в целом, от нее у меня было больше ощущения, что я прочитала такую подборку в Википедии. Не худшую на свете подборку, но Википедия. Водс умеет выбирать такие факты, которые не только правдивы, научные и так далее, но еще и прямо вот необычные и интересные. В них есть какое-то что-то парадоксальное в смысле. А что, если, говорит он, у инопланетян есть типа разум и нету сознания? А ты, дорогой читатель, который, в общем-то, даже раньше как-то никогда не задумывался о том, что это разные вещи, ты такой «чо?» Ну, если честно, у Отца постоянно ты читаешь 10 страниц и потом так «чо?» Или вот, например, я не знаю, в «Эхопраксии», которую никто не читал, и слава богу, он написывает инопланетян, который... Нет, инопланетян? Да, инопланетян. Который как плесень. Который как реально существующий паук, который умеет последовательно вычислять информацию, на которой ему не хватает мозга. То есть, грубо говоря, у него запас мозга 5 байт, а он обрабатывает 20 байт информации, последовательно, скружая сперва 5, потом снова 5 и так далее. Это вообще-то безумно, что в мире существует некое живое существо, которое способно таким вот образом обрабатывать данные. Ну, то есть, по-моему, это не просто, типа, правдивый, да, какой-то факт, это очень интересный факт, и вот Отца на них чутье. Вся эта длинная... Ну, во-первых, если кто не читал Отца, почитали, я очень-очень-очень-очень его советую. Действительно, очень хороший фантастик. А, во-вторых, когда я сочиняла инфоданку, мне хотелось вот в этом плане быть, ну, хоть немножечко как ВОЗ, в смысле, пытаться придумать вещи, которые казались бы мне не только правдивыми, но в которых было бы что-то интересное и немножко парадоксальное. Типа беспилотных такси, у которых все равно есть пилоты, потому что я в это... Ну, это кажется мне реалистичным, да? Но это странно. То есть, если мыслить об этом чисто, прямо и рационально, то когда у нас изобрели беспилотное такси, все, профессия таксиста больше не нужна, очевидно, машина ведет. Но, тем не менее, на самом деле, самолеты сейчас ведут автопилоты, поезда метрою ведут автопилоты, и во всех этих кабинах все равно по-прежнему сидят люди. И мы, может быть, не очень глубоко задумываемся о том, что они там, в общем-то, уже не нужны. Если бы мы хотели, чтобы их там не было, их бы там давно уже не было. Но мы почему-то хотим, чтобы они там были. Нам комфортнее от того, что они там есть. А я думаю, что в такси, где человек находится в этой кабине, ему, на самом деле, особенно сильно будет хотеться, чтобы там сидел кто-то вот еще, кто как бы ответственный, хотя он даже пальцем рук не трогает. Вот. И, короче, когда я сочиняла инфодапу, я очень старалась сочинять вот такие вещи, которые мне самой казались бы чем-то логичными, но немножко нелогичными, парадоксальными, и этим примечательными. Вот. Спасибо. Спасибо за твой вопрос. Там был парышня. Окей. А не могу не заметить, что несмотря на упражнение о бесполезности книг, большая часть информационных источников, которые вы упоминаете, это книги. Причем я глубоко сгонимаю, что математический шаг, который вы говорили, можно в другом формате представить. То есть вы все равно, я как понимаю, приличная часть информации из них получили. Но кроме книг, что еще вы любите? Ну, типа, больше аудиокниги, дюблицы и, не знаю, странные видео. Какой-то второй по приоритетности из вашей информации для вас? Да я бы не сказала, что книги первые, если честно, это так вот совсем. Возвращаясь к первой части вашей реплики, так слово дело, я перечитаю книги, которые на любителя, скажем так. Типа, Питер Уотса считается клево любить, ну, то есть он такой автор с некоторым флером, он считается умным писателем. Но на самом-то деле нормальному человеку может быть довольно тяжело протраться через его страницы инфотапов, хрен пойми о чем. какой-нибудь тот же самый Нил Стивенсон, да, может реально, типа страниц 20, описывать физику или типа формулу или устройство полета и работы двигателя корабля, и это не самое увлекательное чтиво на свете. То есть оно увлекательное, если тебе нравятся такие вещи, это специфическая литература. Да, как я и сказала, такие вещи в книгах лучше всего, на мой взгляд. То есть книги прям хорошо подходят для любителей проработки мельчайших деталей, подробностей, тонкостей, вот этого всего. Что касается других форматов, которые я люблю, я ем все. Я только музыку не слушаю, а все остальное потребляю достаточно неразборчиво в плане форматов. Конечно, я люблю видеоигры, как и все современные. Мне кажется, что большинство людей нашего поколения их любят и употребляют. И не только для дофаминовых выбросов, но и в том числе, чтобы духовно обогатиться. Конечно, я смотрю кино и сериалы, тоже как и все. Я бы не сказала, что что-то из этого является для меня суперключевым источником информации, но в последнее время вы резонно сказали про аудиокниги. Наверное, самые яркие впечатления у меня оставляют аудиокниги под пробежки, причем я думаю, что у этого довольно скучные биологические обоснования, когда ты бегаешь, у тебя как-то обращение улучшается. Поэтому у тебя лучше запоминается то, что ты в это время слушала, оставляет более яркие впечатления. У меня действительно книжки, которые я слушаю под лет, оставляют более яркие впечатления, чем книжки, которые я в дороге слушаю, в метро, например. Так что, кстати, всем советую, бежишь и чувствуешь себя просто древним греком, который как бы одновременно и телом, и духом растет над собой. У меня еще дополнение к комментарию человека, кто способен писать, и одновременно это вопрос по самой технике написания текстов. У меня такой подход, что если хочешь что-то написать, ты должен сесть и начать писать. То есть не надо долго думать, там что-то сочинять, там неделями, просто запишешься и пишешь все, что в голову приходит, и то, что не приходит, ни шаголов, и все такое. А какой у тебя подход написания текстов? Похожий или хорош или это совет? Я из тех, кто быстро садится писать, иногда не додумав. И, кстати, конкретно в этой книжке мне кажется, что это сослужило мне не везде хорошую службу. Сейчас я расскажу про своих дорогих друзей. Как я уже упомянула, у меня была группа бета-читателей, как это называют, в общем, людей, которым я показала эту книжку до того, как отправлять ее в издательство, это было человек разных мои близкие друзья, но также и не только, а специально отобранные люди, отобранные люди, ну, не знаю, например, человек, который занимается как раз машинным обучением в биотехнологиях, и, соответственно, я подумала, он мне сейчас всю научную фигню, если я написала, выборит. Вот. Человек с проблемами с родителями, и, короче, у меня были подобраны значит, демографики людей, которых может заправить. А написала, говорю, ну, ребят, комплименты, это, конечно, здорово, но, типа, комплименты я послушаю, дорогие читатели, когда книга выйдет, а вы меня критикуйте. Я, в первую очередь, жду, вот, как бы, чтобы вы меня не жалели. Ну, они меня и не пожалели, значит, вы дадите мне свое мнение, и я поняла, что я страшно обиделась. В смысле, я их попросила меня критиковать, и они меня критиковали. Первый раз всегда. Это было неожиданным поворотом событий, если честно. Но в итоге, по результатам этой удостоверительной истории, я переписала где-то треть книги, наверное, то есть, в первой версии она была несколько короче, и много чего поменялось, и, как ни странно, в ней все же есть сюжет, и он поменялся, по сравнению с первой версией. И я уверена, что книга стала существенно лучше после этого, но всего этого драматичного экзидента не было бы, если бы я немного лучше подумала перед тем, как сесть писать, я ее внашивала какое-то время, и у меня действительно был момент, когда я сказала, если так, короче, сажусь, пишу, лучше, что-то там еще не совсем додумано, ладно, в процессе разберусь. Это действительно иногда психологически полезно, потому что внашивать можно вечно, и так никогда и не сесть, и вообще нечего не начать писать, но мне кажется, что, может быть, в этом случае мне стоило еще чуть-чуть внашивать, потому что потом и пришлось давясь горючего слезами писать, в издательство нет, подождите, я тут переделываю рукопись, пока что не читайте. Спасибо, дорогие друзья. Еще вопросы, пожалуйста. Все стесняются. Все? Каким образом выбиралась станция? Потому что открываешь, чихаешь, а ты там живешь. Которая ладожская? Да. А я, короче, купила компанию, в смысле, бизнес-центр, который я писал, вот этот в маленьком, там это значит, кто не читал, книжки я писал, бизнес-центр на Уткином, на Уткином проспекте, на станции метро Ладожская, который находится в типа двухэтажном домике каком-то, повернутом лицом к помойке, не на проспект, а вообще в сторону от него, и для этого называется бизнес-центр. Это, разумеется, абсолютно реальное здание, во многом вдохновившее вообще сеттинг этой книжки, потому что я купила компьютерное кресло, у него отвалилась ручка, и я поехала туда за рефандом. И, короче, ну, как это бывает, ты покупаешь что-то через интернет, ты, на самом деле, не знаешь, где находится эта контора, тебе курьер привез это кресло, а за рефандом нужно ехать туда, слава богу, без кресла. Вот. И все то время, что я пребывала на станции метро Ладожская, на Уткином проспекте, я ждала, что мне прилетит монтировка и по затылку, при том, что это не то, чтобы какие-то очень плохие места, но конкретно вокруг этого бизнес-центра ощущение было какое-то вот такое, как будто сатана тут шедет. Это очень впечатливое видео. В ту сторону немножко не хватит. У меня поразило, что у Ладожской типа есть проспекты и улицы, но нету на самом деле, потому что там, во-первых, дома такого размера, в которых люди не живут, там гигантские здания, а вот так они стоят как-то случайно, то есть они типа вроде стоят у дороги, но как-то углом к дороге, например, и там нету нормальной городской застройки. Но это не очень давно, в Пустье, восточное. Вот. В общем, все из жизни я вешу кровью эти строки. кровью, отломанными ручками от компьютерных кресел. Вопрос. Можно же? Конечно. Чисто теоретически, если бы больше не хотели писать, у вас есть какая-нибудь, ну, мне кажется, у всех есть, какая-нибудь идея для условного там шипсинга идти? Сейчас. Куда вы? Ну и можно работать на шлининском метро, потому что почему бы я всегда пришелся. У вас есть что-то такое? Какая-то профессия, которая хотела бы заняться? Сейчас будет странный ответ. Это не профессия мечты, но мне всегда казалось, что мне неплохо получилось бы быть продавщицей. Я на самом деле периодически думала об этом. Вот это вызывает смешок, и я не понимаю на самом деле почему. Потому что, окей, продавщица в пятерочке это очень грустная работа, когда на самом деле человек работает, делает то, что давно должна делать машина, и в нормальных магазинах типа Вкусвилл есть машины, которые позволяют тебе просто самому платить, да и вообще продавцы не нужны. Там, наверное, уже нет продавцов в понимании продавца. Нет, там еще есть для тех, кто не хочет пользоваться автоматами именно дамы, да, которые упаковывают, ну, конечно, упаковывают и пробивают вещи, а они не делают ничего другого. Они выполняют работу машины. Вот это станки-станки и грустная работа. А вот, например, работать в каком-нибудь небольшом магазинчике, я не знаю, там в комиксах, да, когда на самом деле твоя работа это наполовину зазывало, наполовину менеджер, ты приезжаешь на какой-нибудь конвент, ты бегаешь с очком за людьми, ну, я же, в смысле, для меня это не совсем-совсем теория, я работала, я же еще в геймдейме работаю, работала на стендах, на игровых конференциях, рекламщикам, грубо говоря, человеком, который проводит людей и сажает их за компьютер, чтобы они поиграли в твою невероятную игровую нетленку и полюбили ее и купили ее. С миллионером получилось так себе, но опыт есть. Вот. И на самом деле это очень прикольная работа, ничего экзистенциально-духовного и личностного роста в этом нет, но если бы мне надо было задоушепиться, я бы этим занималась, еще и потому, что это работа, которую можно оставить на работе, ну, то есть ты побегал за людьми с очком, потом пришел домой и расплылся в лужице, и ты больше не работаешь. Поскольку я, значит, занимаюсь по-последствии культуральным трудом, моя работа всегда со мной и вот такого нет. В общем, я делюсь с очком. Как Набоков за бабочками. Это главное, чем я могу напомнить Набоков. Когда прощались слова книгу «Шла в издательство» и тут давно, что интересно, как до этого произошло. То есть, не знаю, Альфина там написала как-то давно, например, «Жизнь в позоре» и тут уже там. Кто-то помнит, то есть. У нее и такое же. Альфина написала «Жму», Альфина написала «Песуфор», выложила это в интернет. Много кто-то прочитал, нарисовала «Панк», написала «Панклики», написала популярно «Панклик», и тут внезапно Альфина написала книгу, и она показывается на полках материальном, в важном виде. то есть, интересно, у тебя было изначально какой-то договор с издательством, или ты написала книгу, и издавка на ее бумаге, и как за это дошло? У меня не было изначального договора с издательством, хотя я начала переговоры раньше, чем закончила «Рукопись», как-то тут я страдала о том, что я просила не читать первую версию. Ну, в смысле, я написала «Привет», вот я такая-то написала такую-то книжку, вот, кусочек для ознакомления, вам интересно публиковать, мне сказали «Да, интересно». Почему я вообще пошла в издательство? Хороший вопрос, но в основном потому, что у меня есть чувство, что вот меня, в общем, те истории с рассказами в Твиттере не убедили до конца, что люди в Твиттере читают, рассказывают в Твиттере. Мне кажется, что есть разные книги. Книги типа «Печка у двора», да, короче, большой роман с кучей персонажей, с кучей интриг, которые располагают к возникновению фандома, потому что там вся фанфики какие-нибудь и так далее, это то, чему комфортно в интернете и, возможно, более чем в печатном варианте. Тип серьезная книжка, которая на самом деле не является фандомогенерирующей, да, ну, то есть она нужна, чтобы ее прочитать, типа, посидеть, подумать и жить дальше. Мне кажется, что ей комфортнее в издательстве. Это то же самое, что про комиксы и книги. Разные вещи существуют в разных форматах и я стремлюсь не жениться на каком-то одном формате и, типа, каждому объекту, который делают, подбирать тот, который, на мой взгляд, лучше всего ему подходит. Это к чему я? К тому, что то, что вот сейчас книжка в руслоиздательстве не означает, что следующее время, например, не будет в интернете. Как не означает и обратно? Все зависит от того, в какой формат будет лучше подходить. У меня вопрос связан с геймдэвом. Я знаю, что ты работала в Ice Pick Lodge. Ну, я делал. А я потом... Ну, как-то следил... Я работала. Не у меня. Я как-то следил за этой ситуацией и помню твит, что ты ищешь работы. Есть ли какие-то подвижки в этом плане? Я не предлагаю. У меня не хребенятся. Не-не-не-не. Я подвинулась в Wargaming. В смысле, я сейчас работаю в компании Wargaming. танки в World of Tanks. Я, если честно, это пропустил. Ну вот. Ну, кроме этого, я фриланшу на... Да, вообще, не все даже знают меня, поэтому действие совсем коротко. Кроме книг, кроме всего вот этого всего, я еще нарративный дизайнер видеоигр. Вот. Ну, в общем, мне кажется, если интересно, я могу больше сказать этот атакт, потому что это все-таки не по теме встречи, но я работаю в Wargaming и фриланшу на несколько инди-проектов, которые пока не анонсированы, поэтому сказать ничего не могу, но они клевые. Будем ждать. Опять же, вот вы говорили про игры. Были какие-нибудь моменты из игр, которые вам захотелось бы... Ну, захотелось бы, допустим, с того же Дисквилизиум, например? Дисквилизиум вышел после этой книжки. Слушайте, традийские видео. Смотрите. В смысле, я когда тут ботинки себе покупала, я, короче, посмотрела и решила, что куплю себе как Дисквилизиум в ботинке. Мне кажется, это достаточно говорить во мне и в виде в играх. А пиржак купите из Дисквилизиум? А джинсы и другие штаны? Ну, вон, нет. Ну, нет. В принципе, у меня достаточно вещей, которые позволят повторить ставим Дисквилизиум, если будет очень надо. Я не могу вспомнить... А, нет. Ну, даже в тексте игры я вспомнила. Геонист переживает о том, что, значит, он сравнивает своих родителей и будущее с чуваком в цивилизации, который, короче, с луком встречает танки. В смысле, даже в тексте книжки есть отсылки на видеоигры. Потому что это нормально. Это очень-очень глубокая часть моего культурного контекста. И что-нибудь еще, наверняка, пролезало туда неосознанно. Вот. Так что... Вот вообще, люди довольно часто спрашивают, типа, а вот вдохновляло ли вас то или вдохновляло ли вас это и чем вы вдохновлялись на то или на это. На самом деле, может быть, у других людей иначе, но мнение так работает. Просто вся культура, которую ты потребляешь, она вгружается в тебя, что-то там как-то варится и мутирует, а потом выгружается из тебя. И это не так часто превращается в совсем прямые-прямые отсылки. Конечно, бывает и такое, но реже. Обычно она просто подпугно на тебя влияет и без сомнения видеоигры повлияли на меня сильно, но не дискоэлизиум, потому что она вышла после. Вот. Она повлияет на следующую книжку. Это, кстати, вообще не шутка. Я персонажей типировала по этим параметрам из дискоэлизиума. Вот. А ты прямо снимай здесь языка следующий вопрос. Поделитесь, пожалуйста, творческими планами именно литературными. Вы несколько раз упомянули, что что-то будет... Я не представляю даже, как жанр книжки обозначать, когда она будет ближе к существу, потому что я панически боюсь спойлеров. Нужно признать, у меня спойлеров нездорового уровня. На уровне того, что... А вот я скажу людям, что книжка хоррор, например. Они же будут знать, что там будет что-то страшное, то есть там уже не застилит их расплох. Как я могу так, типа, испортить им впечатление? А вот я скажу, что книжка детектив, так они же будут знать, что там кто-нибудь пропадет или умрет, или что-то. В чем же кайф их тогда будет читать? А вот скажу, что там романтическая история, ну все. Ну, короче, плохо у меня очень с анонсами всего, что я делаю. Но в двух словах я сочиняю новую книжку, она примерно в том же сеттинге, но довольно сильно отличается по духу, потому что если я сама чем-то не до конца довольна в катастроизме, это тем, что на самом деле можно было все же, вопреки тому, что я говорила до этого, чуть-чуть больше показывать, а не рассказывать. Типа, очень круто, что у меня есть 20 вот таких блогопостов, которые я, значит, выдаю за художественную повесть, а можно то же самое только литературно как-то исполнить, там, с персонажами, сюжетами, вот этим всем. Вот. Поэтому я пишу, еще не пишу, сочиняю, роман, примерно в том же сеттинге, но с существенно большим акцентом на множество персонажей, интересную интригу, разные точки зрения, разных героев, вот это все. Вот. Будет, когда будет, но он в процессе порождения, то есть он даже, как бы, вот даже правда в процессе, а не в смысле, да-да, уже почти был диплом написан, я завела файл. Эфим, мы пожелаем вам творческих успехов, дорогие друзья, к сожалению, время нашей встречи неумолимо подходит к концу. Аплодисменты нашей сегодняшней гости, очень спасибо за нас во время, приспособствование, спасибо за интересующие беседы. Дорогие друзья, теперь, как обычно, мы перейдем к автографу. Ну, что? Ничего не оценил, почему здесь здесь есть? У вас нет, у него... У меня есть. Если бы вы не видел, поэтому не узнал. Хотелись, не только, что вы не ем, если бы уж и другие, но все еще. Афигенно. Игровода. Все. Решит туда большого, и все. И все? И все. Нет, а я не знаю, что, короче, писать на этой книжке. И все. Все. Такое, если только съем. короче, короче, тут как-то смешные вещи писать не хочется. Почему? Ну, потому что книжка серьёзная. Все мы, то есть, перечитаем. Блин, мне сейчас не спать, что писать на книжку. Ну, и еще один вопрос, вот, опять же, касательно геймдева, насколько сложно было переводить Кропи Потопители заново? И если допустим... Я не читала, в оригинальном смысле, Калу. А, ну, просто хоргост. Хэллоу. Хэллоу напишите. Хэллоу? Ну, хэллоу. Просто, нет, в твиттере так подписано. А, давайте попробуем. Хэ, э, э, все. Да, трудно. Очень трудно. Фантазию, конечно, обык. Так вот, просто, допустим, если дисквейзер потребуется нормальный перевод выпускать скорую, то вы будете, ну, попытайтесь там... Я задолбал уже КМШ. Понял. Нет. В смысле, нужно сзади куда-то не делать. Теперь, иначе ждем перевода и, возможно, вторую часть. Спасибо. Вам спасибо. Привет. Привет. Аня. Аня. Мне это очень впечатляет, очень мне восхищает, ну, мне многозадачность, а, когда у нас сзади не едет, если мы так его сдавали. Идем у нас в положение. Мишки ворочек. Ну, почему? Нет, спасибо большое, сорян. Да нет. Мне очень приятно. Это я скорее к тому, что эти сферы не так далеки друг по другу, как они. Ну, да, я понимаю. Главное, что это интересно и тебе есть все настроения, чтобы кайф, чтобы все было. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . . . Спасибо. . . . . , . 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 У него самая известная книга «Город Перестановок» Узибрена. И она ничего, но мне больше нравится Диаспора. За 5 минут узнала, а то и презентация, и сорвалась с работы в другом колорезе, чтобы бегать в ещё одну. Я прощена. Спасибо. Очень классно. Спасибо. Спасибо большое. Говори с торговали. Говори с торговали. Обязательно. Нет, на самом деле горшок. А как же выращивать по странам в российских фермах? Кормить козочек, как курочек? То есть они козмиды, да, горшок? Да. 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 Такой секунд. Да. 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 Сейчас уже. А где вы сообщите всю правду? А где угодно? А где угодно? А где угодно? А где угодно? Нет. Юра. Да. Молодец. Я не знаю, правда, пока я никогда на нее наберусь, но Ну, бои спойлеров, поэтому не читайте. Понятно почему, потому что мимосики. Потому что... Типа без этого у нас не подается? Конкретно в этом случае... Сейчас, смотри, а сложно писать форекс. Окей, да. Короче, на самом деле эта книжка, ну, она такая, она от чувака из интернета. Да, я знаю. Вот, и конкретно в случае с ней мимосик название достаточно уменьшен. Угу. Ну, потому что бэкграунд чувака, как этому некоторые люди тоже полагали. Не то, чтобы он... Автор. Да, да, да. Не то, чтобы он, типа, сам ее так назвал, нет, это искажение. Но это не перебирает мимосики, на самом деле. Потому что, ну, типа, там есть глава, например, про интернет-форумы, и как их культуру, и как их создать. Спасибо. Да, естественно. Не находитесь, правда. Окей. Окей. Ладно. Спасибо большое. Ну, также, конечно, чтобы запилить футболочкой с ее обложкой, и, в смысле, покупать. Они есть на природе. А, серьезно? Да, да, да. Типа чакла. Окей, окей, ладно. Спасибо. Успеха. Всего доброго. Спасибо. Привет. Спасибо, что пришли к каналу. А, свои тиши смотрели. Знаете, слава? Да. Да. О, спасибо. Ну, давайте вам такой мини-вариант. Молодушка, кстати, это же Рофа с Wargaming. Да, 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 да. Очень круто. Слушай, а презентация где-то была поедена, где-то, наверное, на восстание, а еще хронится пока что. Это когда было? Нет? Я не хочу даже думать. Ну, то есть, да, это когда-то было. Меня тут вот спросили. Нет, я-то была просто. Я еще не могла вспомнить, как писать имя. И знакомый, который я отправляла в Томхоманкс. Я тут не могу. Я… Я не могу. Нет? ... Я не могу. Я не могу. Я не могу. Расскажи, в корке... Это хорошая собака. Ясно. В смысле, они не большие, не очень прихотливые и прежние. Да, здесь не посадки. Фолт обретает все постоянно. Нормально. На самом деле, у меня это не конспорт. Да. Нет, я могу их посоветовать хорошо с собой. Добрый вечер. Во-первых, класс на платье. Во-вторых, Фумстер просил передать привет. Во-вторых, Валенс просила передать привет. И сказала, что она очень сожалеет, но не смогла бы в состоянии здоровья. Да, она слышала, что вы болеете. Я как в поле чудес просто. Мы достаточно старые. Мы достаточно старые для этих акций. Бесславные Анютки. Бесславные Анютки. Бесславные. Бесславные Анютки. Бесславные Анютки. Бесславные Анютки. Бесславные Анютки. Ну так себе. Бесславные Анютки. 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 Спасибо за высоту.